Сегодня глава Республики Рашид Тимрезов в режиме видеоконференц-связи провел заседание Уркомитета Победы, в ходе которого озвучил поручение президента Владимира Путина. Хоть эпидемия коронавируса внесла существенные корректировки, День Победы обязательно состоится. Для этого будут использованы разные формы организации праздника, которые объединят людей вокруг главной даты страны. Рашид Тимрезов подчеркнул, что все должно быть с теплотой и персональным подходом к каждому фронтовику. С начала года реализованы программы в части благоустройства мемориальных памятников, воинских обелисков и захоронений. Все ветераны войны, труженики тыла, вдовы погибших, фронтовиков по личному решению главы региона получили ко Дню Победы выплаты из республиканского бюджета от сенаторов и депутатов двух палат Федерального собрания и муниципальные выплаты от муниципалитетов. Рашид Тимрезов оставил за главами контроль за осуществлением адресной поддержки и помощи в том числе медицинской всем участникам войны и приравненных к ним граждан. Поручил им расширить спектр мероприятий, приуроченных ко Дню Победы, за счет мероприятий онлайн, а также участия жителей во всех массовых акциях, флешмобах, через сеть интернет. Прежде всего, это онлайн-проведение бессмертного полка. В День Победы пройдет также Всероссийская минута молчания. По состоянию на 10 часов утра сегодня в Карачаево-Черкесии подтверждено 22 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего в республике 352 подтвержденных случаев заражения COVID-19. 105 находятся в госпитале под пристальным наблюдением врачей. Все они получат необходимое лечение. Состояние беременной пациентки, как рассказали в Минздраве, без ухудшения. Жизнь ребенка и матери сохранена. За ней наблюдают специалисты, которые постоянно консультируются с федеральными научными центрами акушерства и гинекологии. А те, инфицированные, у которых болезнь протекает в легкой форме, проходят лечение в изоляции в соответствии с рекомендациями Минздрава России. У нас есть уже выздоровевшие, их на 30 апреля 16 человек, которые показали отрицательные результаты после прохождения лечения. И могу отметить, что эти пациенты полностью соблюдали все рекомендации, которые давали им медицинские работники, их лечащие врачи. А также и лечение проходили в полном объеме. И результатом стало полное выздоровление. Они абсолютно социализированы. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники пожарной охраны. О людях, которые днем и ночью и в праздничные дни остаются в строю для обеспечения надежной защиты людей страшного врага огня в материале Ахмата Халкечева. Пожарно-спасательная служба. Назовите ваш адрес. Праздники, даже если они свои профессиональные, для бойцов пожарной охраны не повод расслабляться. А еще нередко у отдельных представителей этой благородной профессии бывает и такое, что все красные дни календаря выпадают на дежурство. Как это и случилось в этом году с героем нашего сегодняшнего репортажа Виталием Сокульсановым. Мы первые приходим и заходим в горячие здания. Там тоже психологический барьер какой-то у людей. И у пожарных тоже. Со стволами горячее пламя, там температура высокая. Заходишь, ты уже непосредственно принимаешь участие и борешься с этим бедствием. Любой пожар, он сам по себе сложный. У каждого своя сложность. Но надо быстро реагировать. Одеваем маски на спасаемого, на пострадавших. И выводим по безопасным путям на свежий воздух. Пожарные спасатели ежедневно ведут борьбу с огненной стихией. Рискуя собственной жизнью, спасают людей. Виталий Сокульсанов нашел свое призвание около 20 лет назад. До этого тоже было множество различных сфер, где довелось работать. Но сюда пришел, что называется, по зову сердца. И профессия спасателя мне стала больше по душе, рассказывает он. А его бесценный опыт, накупленный почти за 20 лет, самая настоящая наука для вновь поступающих на эту крайне ответственную стезю, говорят коллеги. Он был еще моим наставником, вот, и очень много вложил в меня. Помню, первый наш пожар, его четкие действия, его четкие указания, да, он как бы являлся руководителем тушения пожара. Ответственно ко всему, ну, подходит. Если что, надо еще и подсказывать на пожаре, вот, например. Быть пожарным – это нелегкий труд, который не каждому под силу. Однако за почти чем без малого четырехвековую историю профессии огнеборца в нашей стране, людей, желающих посвятить свою жизнь спасению ближних, хватало всегда. Ахмат Халкечев, Расул Бердиев, Вести Карачаева, Черкесия. Сейчас настало время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. По сообщению синоптиков, завтра в Карачаево-Черкесии местами кратковременный дождь. Днем гроза. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 3-8 градусов. В горах до двух мороза. Днем плюс 20-25. В горах 11-16 тепла. В черкесской ночью без существенных осадков. Днем кратковременный дождь. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Ночью ожидается от плюс 6 до плюс 8 градусов. Днем столбик термометра поднимется до отметки плюс 24. Оптовая база «Жасмин Текстиль» предлагает в широком ассортименте постельное белье, полотенца, одеяло, диван-дыки, скатерти, халаты, сундуки и многое другое. Мы работаем напрямую с фабриками Турции. При покупке от 50 тысяч рублей скидка 5%. Телефон 8 938 030 30 50. Инстаграм «Жасмин Элит Текстиль 09». В данный момент обслуживание покупателей осуществляется только через доставку. Продолжаем выпуск. Приближается праздничная дата. 3 мая – день возрождения карачаевского народа. Возвращение на родину в 1957 году стало торжеством справедливости. Но люди, перенесшие все муки, ссылки, до сих пор, будто вчера, помнят события 77-летней давности. О судьбе Азарета Гатаева в репортаже Мадина Каракетовой. В истории Карача есть две важные даты. Одна печальная – 2 ноября, когда весь народ был выслан в степи Средней Азии и обречен на смерть. И 3 мая, когда им разрешили вернуться в родные места. Мой дедушка Азарет Гатаев был подростком, когда его отец погиб на войне, а семья была выслана в степи Казахстана. Он не любит вспоминать эти события, тем более рассказывать о них. Но каждый год 2 ноября и 3 мая он неизменно посещает памятник в Карачаевске. Памятник жертвам политических репрессий. Но в этом году дедушка, конечно же, не сможет посетить мемориал, потому что он ответственно выполняет условия самоизоляции. Но, тем не менее, мы с ним решили немножко прогуляться по окрестностям родного аула Каменомост. А по тем местам, где у Гатаевых до переселения была кошара. И дед немного все-таки предал все воспоминания. Вот тот самый пригорок. За ним и была кошара, в которой наша семья держала скот, рассказывает дедушка Азарет. Мать каждый день взбивала масло, варила сыры, готовила айран. А я, будучи подростком, 14 лет помогал ей в хозяйстве, присматривая за пятерыми младшими братьями и сестрами. Отец Хусейн Гатаев, снайпер, был на фронте. В один из дней мы получили тяжелое известие. Его настигла вражеская пуля. Мать долго плакала над похоронкой, но жизнь продолжалась. Вот там, под пригорком, несравненные места. Там мы косили сено, перетирали кукурузу. Дорогу оттуда хорошо видно. Несколько дней наблюдали странное оживление. Военные машины, груженные людьми. На наши любопытства старики соседей Кашар, с которыми мы трудились вместе, отвечали, что в Учкуландском ущелье были люди, нарушившие закон. Это их арестовали и везут судить. Я удивлялся. Как так? Разве могут столько людей разом нарушить закон? И молча принимался за работу. Но вскоре тайна странных машин раскрылась. Азрет, сопровождая мать, спустился в аул домой за некоторыми вещами. Вокруг царило оживление, суета. Сновали по улицам солдаты. Мать с кем-то переговорила, а потом встревоженная шепнула Азрету, чтобы тот со всех ног бежал обратно, на Кашару. И рассказал всем, что карачаевцев выселяют в неизвестном направлении. Меня заметил солдат и стал требовать, чтобы я остановился. Но я тут же бежал со всех ног. Он открыл за мной огонь, пули прошли над головой, обсыпав меня листвой с деревьев. Здесь, в долине, было спокойно. Соседи терли кукурузу. Я рассказал, что велела мать. Старики рассмеялись. Ты что, молодой человек, где, скажи на милость, разместят весь карачай. Даже если вдруг кому-то и придёт такая фантастическая мысль – действительно выселить весь народ. Что за глупости ты говоришь? И продолжили работать. И тем не менее, это оказалось правдой. Азрет Гатай вспоминает, как мать, уезжая, просила одного из солдат разрешить ей заглянуть домой и забрать похоронку отца. Он разрешил, когда понял, что она вдова военного. Перед глазами один человек, видимо, командир в тёмных очках, худощавый, такой высокий и очень неприятный. Он тыкал тому солдату пистолетом в лицо и грозился расстрелять из-за того, что он разрешил матери зайти домой. Похоронку и припрятанный на чёрный день сбережения в сумме 2000 рублей в доме мать так и не нашла. Там уже обустроились какие-то женщины. Солдаты во дворе расстреляли наших собак и кур, а один, по-моему, казах или киргиз, собрал птиц и принёс матери со словами. Возьмите, вы надолго. Это вам пригодится. Но мать не взяла. Как в тумане погрузились в машины. Из-за имущества ничего, кроме узелков, самым необходимым перед глазами. 106-летний дед, умоляющий оставить его в родном доме. А дальше товарные вагоны, степень и известность. Семья Азрита Гатаева попала в Южно-Казахстанскую область. Так и переночевали в степи, а утром проснулись, припорошенные снегом. От голодной смерти семью спасло решение деда, который предпочёл колхозу совхоз в Каракалпаке. Азрит Гатаев рассказывает, что им предложили работу, кормили обедом и даже каждый день выдавали по несколько граммов хлеба. Но из других районов шли страшные вести о гибели людей от голода и лишений. Вымирали семьями, улицами. Дедушка рассказывает, что казахи, по крайней мере в тех местах, куда попали они, отнеслись с пониманием и даже с уважением. По мере возможности старались поддержать. Не сломиться на чужбине помогла мечта о возвращении. Мне каждую ночь снился родной дом, рассказывает дедушка. И 14 лет спустя возвращение стало возможным. В тот день, когда пришла долгожданная весть, все разом бросили работу, ликовали. И просто стали ждать команду собираться. Когда вернулись, я не узнал свой дом. У нас был большой двухтажный дом, он был разрушен. Второй дом все еще стоял, но в нем жила грузинская семья. Нам пришлось выкупать у них собственный дом. На момент возвращения я был уже женатым человеком, имел двоих детей. Был полон сил и желания жить дальше. Сразу же трудоустроился, параллельно посещал школу водителей и получил профессию. И более 30 лет проработал по профессии в лесосовхозе в Крачаевске. Потихоньку наладилась жизнь. Сегодня дедушке 92 года. Живет в родном каменомосте, в родном доме. Занимается хозяйством, ухаживает за домашними животными. Он вырастил троих детей. Внуков четверо, правнуков шестеро. Считает себя счастливым человеком. И желает, что никогда в истории ни одного народа не повторялась такая жестокая несправедливость. Мадина Каракетова, Расул Бердиев, Вести, Карачаева, Черкесия. По всей стране проходит акция «Сад памяти» приурочена 75-летию Великой Победы. К 9 мая будут посажены 27 миллионов деревьев по числу погибших в той войне. В марте к акции присоединилась и Карачаева, Черкесия. На сегодняшний день уже посажены тысячи деревьев. Как ведется эта работа узнавала шерифат Лепшокова. Вот уже почти два месяца, как лесные хозяйства присоединились ко всероссийской акции. Тысячи и тысячи саженцев были посажены по всей республике. Не стал исключением и Зеленчукский район. Три года назад на этом участке больше, чем в два гектара из справненского лесного хозяйства после разрушительного ветра было повалено множество деревьев. После того, как территорию расчистили, начались лесовосстановительные работы. А благодаря акции «Сад памяти» эти сеянцы скоро превратятся в саженцы. По нашим данным, в республике у нас в годы Великой Отечественной войны погибло 25 450 человек. Поэтому мы должны были в рамках этой акции высадить соответствующее количество деревьев. Но однако, как мы знаем, что коронавирусная инфекция немножко ограничила проведение этих мероприятий. Но тем не менее, работа была большая проведена. Мы вот здесь посадили 8,5 тысяч штук сеянцев дуба-черещатого на этой конкретной площади. И по четырём лесничествам по Кубанскому, по Зеленчукскому, Карачаевскому и Урупскому лесничествам мы ещё провели дополнение лесных культур. Всего было посажено 43 тысячи сеянцев. Только в Черкесске появилось больше 3,5 тысяч саженцев. Большая часть работ была проведена до режима самоизоляции. Но сейчас лесники проводят свою работу, соблюдая все меры предосторожности. По этим обстоятельствам официальные многолюдные акции, они как бы приостановлены. Но тем не менее, сейчас по инициативе Рослесхоза проводится акция сада памяти в дистанционном порядке. Каждый гражданин, каждый житель нашей страны, в частности республики, может посадить дома дерево на дачном участке, на своём томном. И разместить соответствующие фотографии и информацию о высаженном дереве в честь кого он высажил на официальных сайтах. Работа по посадке деревьев сезонная. Лесникам предстоит ещё немало работы. На участке в один квадратный метр с помощью меча Колесова они за считанные секунды сажают по 5 сеянцев. Лесникам пришлось прервать работу на неделю. Повлияли погодные условия. Но сейчас посадка деревьев ведётся в прежнем режиме. В Урупском лесничестве рассчитывают выполнить все запланированные работы в срок. Шерифат Лепшукова, Роберт Жигутанов, Вести Карачаева, Черкесия, Зеленчукский район.